То, что сегодня произошло, оно давно ожидалось, но то, что произошло сегодня, конечно, для Молдовы это будет иметь определенные последствия. Ну, например, какие? Вы имеете в виду перестановки в правительстве, связанные с также Приднестровским урегулированием? Конечно. Кто будет заниматься теперь, допустим, этим всем процессом? Вы думаете, что все уйдет так глубоко? Вы считаете, что полностью все обновится? Нет, но все правительство было отправлено, все правительство ушло в отставку. Межправо-минская комиссия, которая умерла правительственной комиссией Молдовы. Конечно, межправо-комиссия, все члены межправо-комиссии, которые работают здесь. Ну, а вы думаете, что Российская Федерация, у которой настолько серьезная дипломатия и так далее, у них никак не налажена институциональная память определенная? Нет, институциональная память налажена, но и непонятно, что с министрами странных дел, как там будет. То есть, там много вопросов. Нам нужно, я думаю, просто подождать и посмотреть. Институциональная память, да, налажена, без вопросов. Ну, поэтому вы говорите о межправо-комиссии, которая может повлиять на нее. Ну, я могу сказать такую вещь. Дело в том, что каждый новый руководитель приходит со своей идеей. И он ее пытается претворить. Не потому, что кто-то хочет что-то сразу поменять. Здесь играет тот самый человеческий фактор, о котором мы всегда говорим. Появляется новый человек с новыми идеями, и он их начинает претворять жизнь, чтобы доказать свою профессиональность, свою значимость и так далее. Продолжение следует...